Добрый вечер! В эфире новости на телеканале Югра. В студии Лариса Мацур. Глава Радужного приняла решение покинуть пост. Наталья Гулина написала заявление об увольнении по собственному желанию. 26 мая был ее последним рабочим днем на этой должности. Наталья Гулина возглавила муниципалитет в 2018 году. В октябре 2023 года была переизбрана городской думой на второй срок. Она более 30 лет живет и работает в Югре. С 1992 года ее биография связана с Радужным. В администрации трудится с 2001 года. Прошла путь от заместителя заведующего юридического управления до градоначальника. Наталья Гулина поблагодарила губернатора Югры Наталью Комарову, правительство округа за доверие и поддержку. Считает полученный опыт на муниципальной службе бесценным. Поблагодарила также и жителей Радужного, коллег, депутатов и предпринимателей за совместный плодотворный труд. Добавлю, до момента проведения конкурса на замещение должности исполнять полномочия главы Радужного назначен первый заместитель Сергей Жестовский. Средняя зарплата по Югре за прошлый год составила больше 100 тысяч рублей. Итоги социально-экономического развития региона за 2023 год рассмотрели на заседании правительства Югры. Отмечено, что уровень безработицы в автономном округе ниже, чем в целом по стране. На 1 января 2024 года показатель составил 0,3% от экономически активного населения. По Российской Федерации этот показатель составляет 0,6%. Объем инвестиций увеличился почти на 225 миллиардов рублей. Среднемесячная начисленная заработная плата составила 107 700 рублей. Сохранен высокий уровень рождаемости. За год в Югре появилось на свет 18 800 малышей. При этом показатели рождаемости в автономном округе превышают показатели смертности населения почти в два раза. Численность югорчан увеличилась на 29 тысяч человек. Таким образом, в округе проживают 1 759 400 человек. Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов 22 мая текущего года представило президенту Российской Федерации Владимиру Путину рассчитанный им рейтинг регионов по качеству жизни по итогам 2023 года. Кантематический автономный округ Югра в числе лидеров четвертой оппозиции. Уважаемые коллеги, благодарю вас за этот результат. Проведенную работу наращиваем на обратный темп. Стало известно, кто представит команду Югры на выборах предстоящей осенью. В округе завершилось предварительно голосование «Единой России». Оно проходило с 20 по 26 мая. Процедура проводилась полностью в электронном формате. Основной задачей остается выбор самых достойных кандидатов от партии, подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России» Борис Хохряков. Электронное голосование проходило во всех 10 муниципалитетах, где осенью пройдут выборы. Югорчане ответственно подошли к процедуре, проявив свою гражданскую позицию. Так, явка избирателей составила 86,53%. Итак, на дополнительных выборах депутата окружной думы по Югорскому аддомандатному избирательному округу номер 2 победу одержал Дмитрий Аксенов. В Нефтьюганске по округу номер 9 Дмитрий Третьяков, по округу номер 15 Наталья Терегулова, а по округу номер 18 Виталий Росинский. В Нижневартовске на одномандатном избирательном округе номер 5 большинство избирателей поддержало президуа Саччо. Всего на участие в предварительном голосовании в нынешнем году были зарегистрированы 95 человек, 53% из них мужчины, 47% это женщины, в их числе работники муниципальных учреждений и организаций, учителя, медицинские работники, представители бизнес-сообщества, сфер культуры, спорта, работники нефтяной промышленности, железной дороги, инженеры, молодежь и другие. Я должен сказать, что в процедуре предварительное голосование принимали также участие 5 югорчан, это участники специальной военной операции. Итоги предварительного голосования будут размещены на сайте Ханты-Мансийского отделения Единой России. В осеннюю выборную кампанию югорчане выберут глав восьми поселений и 22 депутата. В одном случае это будут довыборы в окружную думу. Десять кандидатов взаимут места в городских и районных парламентах. Также состоятся выборы в представительные органы власти. Дом купца Клепикова, что в Сургуте, стал площадкой для театра актера и куклы Петрушка. Актеры подготовили для зрителей иммерсивный спектакль «Секреты купеческой», где зрители могут видеть ожившую историю семьи Галактиона, Клепикова и всего города еще 19 века. Этот спектакль лишь один из шести, которые вошли в проект «Мой город, мой Сургут». Постановки режиссеры ставили совместно с краеведами и специалистами музеев города. Так театралы поздравляют горожан с предстоящим 430-летием Сургута. На историю дома купца Клепикова по-новому смотрели и наши сургутские коллеги. Вот, в 1851 году в семье отстановок казака Степана Осиповича и Агафьи Галактионов и Клепиковых родился младший сын Галактион. Этот человек в сюртуке и ночном колпаке вовсе не экскурсовод. Это домовой семьи Клепиковых. Персонаж вымышленный, а вот история, которую он рассказывает, вполне реальная. Реальная история семьи, которая в 19 веке врезалась в историю города красной нитью. Театр актера и куклы Петрушка создал иммерсивный спектакль в стенах дома купца Клепикова. В нем, говорят, лишь один процент вымысла. Все остальное – факты, собранные по крупицам историками и краеведами. Благодарен музею за то, что я познакомился с историей такого замечательного человека. Потому что, чтобы это поставить, нужно прочитать не одну книгу. Достаточно прочитал, будем говорить так. Между нами говоря, если чего, могу экскурсию здесь вести. Иван Соловьев тот самый домовой шутит. Но в этой шутке есть правда. Зрители во время постановки видят и то, как строился этот дом. А потом брали бревна, значит, продольные и клали так поперек. И в концах поперечных бревен сверлили дырочку такую, ямочку. И в эту ямочку уже складывали кусочек хлеба, камушек или монетку звонкую. Это дань суседке, чтобы она благоволила хозяевам. Каким был глава Большой купеческой усадьбы? Утвердить на должность почетного блюстителя Сургутского городского приходского училища, старосту городского общественного правления, мецената и общественного деятеля Клепикова Г.С. А еще, как и чем жили ее обитатели. Купим мы бабушка себе уточку. И обстановку мы специально для спектакля, поверьте, мы здесь ничего не поменяли, кроме того, что мы закрыли ставни. Естественно, мы поменяли какие-то стульчики для актеров. То есть мы не могли дать возможность актерам посидеть на экспонатах. Конечно, у нас были какие-то произведены замены, но эти замены, уверяю вас, были для зрителей совершенно незаметны. Дедушка у нас был тоже такой зажиточный и много знакомого. Конечно, сердцу прям приятно очень. Актеры молодцы, молодцы. Вот прям действительно жил с ними вместе в этом доме. Вернули нас в другое время, продемонстрировали представление о быте, праздников. И также чудесная Анна, которая знала все песни под разные настроения. Постановка «Секреты купеческой» является частью большого проекта «Мой город, мой Сургут». Коллектив Петрушки подготовил для зрителей серию спектаклей. Каждая из них об истории родного города, которому уже 430. Как говорят в Сургуте, зим. Нам, театру, захотелось каким-то образом оживить историю города Сургута к юбилею через живую форму искусства театр. И еще театр кукол. И мы придумали очень интересных шесть вот таких совместных проектов. Первый проект состоялся уже, это называется «Секреты купеческие». И мы оживили через заместительный спектакль «Жизнь Галактиона Клепикова» и «Жизнь усадьбы, в которой находилась его семья». Следующий спектакль будет в художественном музее 30 мая, цирк и не только. В день города сургутяне смогут посетить исторический спектакль «Квиз о первооткрывателях Сургута». Бесплатно все зрители смогут услышать и аудиоспектакль «Легенда о роде орла». Его тоже презентуют в юбилей города. 31 мая театр вместе с Центральной библиотекой подведут итоги проекта «Сургут как сказка». Простыми словами, это будет презентация книги о городе, написанная его жителями. Уже осенью Петрушка поставит по этой книге спектакль. Стать зрителем этой театрально-исторической квинтэссенции могут все сургутяне. Екатерина Нефедова, Ольга Придоха, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания «Югра», «Сургут». В поселке Горноправденск появится новый дом культуры. В эти выходные на строительной площадке побывала губернатор Югры Наталья Комарова. В новом здании на 300 мест разместятся библиотека с фондом в 40 тысяч экземпляров книг и детская музыкальная школа на 100 воспитанников. В июне планируют провести конкурс по определению подрядчикам. Сейчас к объекту уже подведены инженерные сети, подготовлен фундамент и свайные конструкции. Степень готовности объекта 8%. Горноправденск ждет новый дом культуры в первом полугодии 2025 года. По внутриплощадочным сетям канализация водоснабжения 80% выполнена. То есть это за исключением подключения. То есть именно должен быть завод, был именно фундамент и так далее. С той стороны техническое присоединение уже выведено к основным сетям. В Хантамантийском районе переселенцы из аварийного жилья получили новые квартиры. В общественной приемке дома в поселке Горноправденск приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова. Всего в доме 33 квартиры. Из них две трехкомнатные предоставили участникам специальной военной операции и членам их семей в первоочередном порядке. Всего в этом году в Хантамантийском районе запланировано ввести в эксплуатацию 16 тысяч квадратных метров жилья. Ну вот, было выходной, я пришла, выбрала вот эту квартиру на втором этаже. Все устраивает, все замечательно, чисто, уютно. Почти 12 миллионов рублей потратили нижневартовские предприниматели на помощь военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Еще в октябре 2022 года они создали благотворительный фонд «Твори добро», который закупает оборудование для армейских нужд и отправляет его в воинские части. Подробности в нашем следующем материале. Победа куется в тылу. Этот лозунг времен Великой Отечественной войны актуален и сегодня, что очень хорошо понимают в предпринимательском сообществе Нижневартовска. Еще с начала спецоперации неравнодушные вартовчане объединились для помощи жителям новых регионов и военнослужащим. Мы отправили несколько автомобилей, тепловизоры, а потом, когда поняли, что заявок слишком много и нам не хватает возможностей, мы как раз подумали, что надо привлекать больше людей и привлечь больше бизнесмена. Сами мы по себе не смогли бы собрать столько средств на сегодняшний день, если бы администрация города не включилась в этот процесс. Во взаимодействии с местными властями благотворители смогли наладить сбор средств и отправку грузов на постоянной основе. Все чувствуют, что это необходимость. Это витает в воздухе, как некий такой самый главный, наверное, ответственный вопрос. И я хотел бы поблагодарить всех за ваши самые чистые помыслы. С благодарностью отнестись к каждому, кто помогает нашим ребятам через любые механизмы. Это плетение сетей, это закупка необходимых технических средств, это доставка через волонтерские организации. Участники фонда «Твори добро» собирают средства и закупают на них необходимое военным оборудование. В российской армии есть собственное снабжение, но иногда оно не поспевает за развитием техники. Тогда на помощь военным приходит гражданское общество. Благодарители работают по конкретным заявкам, поступающим чаще всего от земляков-югорчан. Приобретение такого оборудования, отправки в войска, особенно если это помощь какая-то адресная, немаловажный вклад в наше общество. Не хочу сказать, что в армии там ничего совсем нет, но еще раз повторюсь, иногда гражданские варианты оборудования, они намного лучше. Поэтому за то, что вы делаете, большое спасибо. Руководители фонда работают на общественных началах. Все собранные средства поступают на закупку необходимых вещей. Автомобили, оптических приборов, тепловизоров, генераторов, антидроновых ружей и детекторов. А также продуктов, медикаментов, предметов личной гигиены и одежды. Кроме того, общественники приобретают материалы для изготовления маскировочных сетей, которые плетут в артачанки из бригады паучков. Михаил Света, Шевтель, радиокомпания «Югра», Нижневартовск. У нягоньцев стало еще больше возможности помогать бойцам СВО. Волонтерская группа «Все для победы» получила грант-губернатора Югры. И на эти средства купила швейное оборудование и расходные материалы. Военнослужащим и госпиталям нягоньцы помогают сначала СВО. Объемы сделанного внушительные. Только за 4 месяца волонтеры сплели более 60 сетей. Сшили порядка 140 толстовок, 200 шапочек и другое. Купленная на средства гранта машинка-плоскошевка пришлась как раз кстати. Без нее весь курс неполный был. У нас было две машинки. Одна простая, прямострочка, вторая – оверлок. И вот сейчас у нас появилась плоскошевка. Третья машинка такая дорогостоящая. Мы закупили большое количество спонбонда на плетение сетей. Мы закупили рулоны ткани. К сожалению, их уже нету. Мы их уже раскроили. На толстовке и на футболке. И еще будет закуплена ткань для пятиточечников. Волонтеры отправляют посылки на передовую и в госпитале практически каждый месяц. В коробках не только сшита одежда, но и другое необходимое, окупленное по запросам медиков и бойцов. Например, гигиенические принадлежности, а также сладости. Также в теплом сезоне востребованы продукты длительного хранения и репелленты. Снова попались вейшоп в Сургуте. Во второй раз уличили в продаже электронной сигарет несовершеннолетнему. В декабре прошлого года эта точка продаж уже попала в поле зрения правоохранительных органов. Тогда продавцу был назначен штраф в 40 тысяч рублей. Выводы сотрудники магазина так и не сделали. И продолжили продавать несовершеннолетним югорчанам опасные испарители. Накануне прошел очередной рейд по вейп-шопам, в ходе которого вновь были выявлены нарушения. Правда, продажу несовершеннолетнему никотиносодержащей продукции теперь совершил другой продавец. А значит, его тоже ждет штраф в 40 тысяч рублей. Отмечу, что по информации Роспотребнадзора Югры, за один квартал этого года в регионе было возбуждено 12 дел об административном правонарушении по фактам открытой выкладки вейпов, отсутствия прайсов и так далее. А паспорт почему не спросили? Нужно удостовериться, что ему действительно есть 18 лет. Ваши документы, пожалуйста. Последние звонки. Несовершеннолетние дети могут приобретать вейпы, электронные сигареты, также товары, содержащие жиженый газ, что негативно влияет на их здоровье, даже возможны летальные исходы. В связи с этим контрольным управлением совместно с УМВД по городу Сургуту, также с молодежной палатой города Сургута проводятся рейдовые мероприятия на пресечении продажи данных продуктов несовершеннолетним гражданам. Эти рейды на постоянной основе в том году проводились, в конце года. В том году было выявлено два нарушения, в том числе по объекту, который и сейчас повторно выявился. Для повышения качества и надежности в Сургутском районе в этом году построят и реконструируют четыре объекта электроснабжения. Работы уже начались и завершатся осенью. Обо всем подробнее в нашем следующем сюжете. Это первая свая новой распределительной станции. Этого события сургутские районные электрические сети ждали четыре года. Современная установка более безопасна в эксплуатации. Блоки сооружения уже пришли. Они с оборудованием, релейной защитой, ячейками и выключателями нового типа. Вакуумными вместо масляных. Установка нового блока позволит минимизировать, скажем так, плановые отключения, так как новое оборудование требует меньше времени обслуживания. Это позволит минимизировать ложные срабатывания релейной защиты, а также увеличит надежность электроснабжения потребителей в поселке Белый Ярд. Современная распределительная станция заменит старую, которой почти 50 лет. Именно сюда сейчас поступает электричество и распределяется дальше по потребителям. Но дело в том, что сами стены давно прохудились, а оборудование требует замены. Данное здание уже взяло крен, оно обросло коррозией, имеет глубокие щели, поэтому моральный износ и физический налицо. В этом году сургутские районные электрические сети обновят сразу четыре объекта. Кроме распределительной станции в Белом Яру планируется реконструкция трансформаторной подстанции в Федоровском и Барсово. Сделают два ответвления линии электропередачи в Солнечном. Поиска надежность. Такое поселение, как Солнечный, у нас отпайка идет на котельную номер один. У нас в этом году вводится в эксплуатацию. Планируется введение в блочно-модульную котельную. Как раз-таки это первая котельная. И хвойный жилищный комплекс, это новое строительство. Все необходимое оборудование энергетики сгупили еще в прошлом году. На строительно-монтажные работы предприятие потратит порядка 50 миллионов рублей. Совершить возведение и реконструкцию всех объектов обещают осенью. Леона Кемова, Ольга Придуха, Игорь Батищев, телекомпания Югра, Сургутский район. Югорчанам-паломникам необходимо сделать прививки. Многие мусульмане планируют хадж. Это шестидневное паломничество в Мекку, в Саудовскую Аравию. Ислам обязывает каждого мусульманина, не имеющего финансовых и физических ограничений, совершить это путешествие один раз в своей жизни. Считается, что тот, кто правильно совершит хадж, получит полное искупление всех грехов и вернется домой чистым, как младенец. При этом Министерство здравоохранения Королевства Саудовской Аравии требует от всех паломников международных сертификатов вакцинации против менингита четырехкомпонентной вакцины. Паломникам также рекомендовано провести вакцинацию против сезонного гриппа и COVID-19. Если вы планируете совершить хадж, то, конечно же, это нужно привиться против менингококковой инфекции. Уточнить свой прививочный инфекционный анамнез по отношению к дифтерии, столбняку, коре. Если вы планируете отдыхать за рубежом, также уточните свой прививочный анамнез от инфекционных заболеваний. Кроме того, медицинские работники порекомендуют вам привиться против того или иного инфекционного заболевания при обращении за медицинской помощью. Более 700 человек обучат на специализированном учебном полигоне «Газпромнефть Хантаса» в этом году. Накануне площадку посетила губернатор Наталья Комарова в ходе рабочей поездки по Ханты-Мансийскому району. Здесь создали условия, максимально приближенные к работе на настоящих месторождениях. На тренажерах можно отточить навыки ремонта скважин, разведочного бурения и добычи нефти. Обучать будут не только действующих сотрудников компаний, недропользователей, но и специалистов нефтесервисных предприятий, также студентов ЮГУ. К слову, теорию будут читать преподаватели университета. А сам полигон станет важным элементом в системе подготовки кадров для нефтегазовой отрасли. «Нефтяников всех закрываем, именно по потребностям рабочих специальностей Ханты-Мансийскому району. Ну и повторяю, сейчас мы пойдем дальше, мы готовим и геофизиков, будем готовить, караташников, боровиков. То есть, условно говоря, особо не повышен. Раз этого вам и не хватает, сервисников». «Не хватает». В Югре на Южно-Приобском месторождении состоялся турнир «Спорт на вахте». Масштабные корпоративные состязания проводятся в нашем регионе уже в третий раз. За накалом спортивных страстей наблюдал Антон Войтович. 300 спортсменов из нескольких регионов нашей страны. Все они коллеги, сотрудники предприятий «Газпромнефти» из Югры, Ямала, Томска, Тюменска и Оренбургской областей. А сегодня их объединяет еще и большой спортивный турнир. За три дня участники состязания разыграли комплекты наград в мини-футболе, баскетболе, настольном теннисе, гиревом спорте, а также женском волейболе. «В чем была мысль? О том, что действительно устроят праздник спорта для людей, которые работают на вахте. Эмоции, которые люди выражают, они говорят сами за себя. Я вижу, как люди общаются друг с другом на этом мероприятии, занимаясь спортом, знакомятся друг с другом». Главное событие финального дня соревнований – товарищеские матчи по мини-футболу и волейболу между сборными правительства «Югры» и «Газпромнефти». Поддержать коллег приехала губернатор Наталья Комарова. «С ребятами душно поиграли, дали им выложиться тоже. Немножко их погоняли, но дали и сравнять счет». «Впечатления замечательные. Нужно проводить такие матчи намного чаще. Подключать обязательно правительство». Соревнования, проводимые на Южно-Приопском месторождении, уже прочно закрепились в российском турнирном календаре. Проекту достоин национальной премии в области развития корпоративного спорта. «Здесь одна из лучших инфраструктур по сравнению с другими регионами Уральско-федерального округа. И я думаю, что здесь достойнейший уровень. Мне кажется, российские соревнования сюда можно проводить любые на этой площадке. Шикарные просто условия, как по приему, так и по проживанию, по организации. Так что браво организаторам». Вовлечение своих сотрудников в занятия спортом, популяризация здорового образа жизни – это показатель высокой корпоративной культуры, которая присуща большим современным компаниям. Таким как «Газпромнефть Хантас». Здесь буквально на каждом месторождении спортивные залы и площадки. Здесь есть все, чтобы комфортно жить и работать, правильно питаться и заниматься спортом. Антон Войтович, Эльдар Муратов, телеканал «Югра». Центр адаптивного спорта «Югры» повысил статус и сменил название. Теперь это спортивная школа паралимпийского и сурдлимпийского резерва «Центр адаптивного спорта». Согласно приказу Минспорта России, новое название присылают в учреждениям, в которых не менее 60% атлетов проходят спортподготовку по дисциплинам, входящих в программы паралимпийских и сурдлимпийских игр. А также статус повышают школы, подготовившие не менее одного спортсмена, завоевавшего за последние 4 года призовое место на всероссийских соревнованиях. Отмечу, что таких выдающихся атлетов в Центре адаптивного спорта «Югры» очень много. И это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами на телеканале «Югра». Далее прогноз погоды и коммерческая информация. Комплекс «Никитин». Новая уютная квартира в Центре Тюмени с паркингом реальнее, чем вы думаете. Обменяйте свою квартиру на новую в жилом комплексе «Никитин». «Никитин» – место, где сбываются мечты о лучшей жизни. Узнайте подробности у менеджеров по телефону 29 05 29. Код города 3452. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Новый тренд на рынке. Недвижимости «Югры» задала компания «ДСК-1». Застройщик предлагает приобрести жилье с ежемесячным платежом 1 рубль в первые 6 месяцев после выдачи первой части ипотечного кредита. Именно такой платеж в первые полгода будет у тех, кто решит стать участником этой программы. При оформлении сделки покупатель вносит такой первоначальный взнос, который указан в его ипотечной программе. После подписания кредитного договора в течение первых 6 месяцев ежемесячный платеж будет составлять 1 рубль. Это вместо привычных 40-50 тысяч рублей. А с 7 месяца ежемесячный платеж будет такой, как и задуман по ипотечной программе. Это отличная возможность купить квартиру для тех, кто сейчас ее снимает. Ипотечные ставки устанавливаются в зависимости от программы кредитования «Господдержка-2020» или «Ипотека с государственной поддержкой для семьи с детьми». При этом выбрать светлую и уютную квартиру можно в любом проекте «ДСК-1». Квартиры в «ДСК-1» – это квартиры с готовым ремонтом, а также есть квартиры с мебелью и встроенной техникой. Собственник может заехать в квартиру сразу после получения ключей и оформления необходимых документов. Этот ипотечный продукт – это замечательная возможность гибко контролировать свои ресурсы, а также снизить свои ежемесячные платежи в течение первых полугода. Подробнее рассказать о программе и всех ее условиях, а также подобрать квартиру под любой запрос, готовый в офисе продаж «ДСК-1». Он находится по адресу город Ханты-Мансийск, улица Елены Сагандуковой, 14.